В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня – священное крещение. Журналисты нашей телекомпании решили коллективно смыть грехи. Оптимизировать и синхронизировать. Заммэра Борис Ясинский проинспектировал уборку снега в Дашках. Снят рязанцами и для рязанцев. Накануне премьеры фильма «Дорога домой» на нашем телеканале Марина Романюк пообщалась с авторами. Этой ночью на Ореховом озере прошло, пожалуй, самое ожидаемое для всех верующих богослужения. Митрополит рязанский Михайловский Марк совершил чин великого освящения воды. Желающих смыть грехи собралось больше трех тысяч. Мы не стали исключением и на своем опыте проверили температуру январской воды. Сотни верующих по традиции собрались на берегу Орехового озера. На улице примерно минус пять. Люди ощущают себя вполне комфортно. Вера и стойкость. Пожалуй, именно это и помогает погрузиться в холодную воду без сомнений. Для многих это уже не первое купание. У меня уже четвертое крещение. Четвертое. Но я больше в Зеленограде. Черное озеро, как говорится, купель. В Москве. В Москве, как говорится. Поэтому здесь я первый раз. В Рязани я первый раз. Я случайно здесь. И поэтому крещение я встретила именно здесь. Второй раз принимаем участие. Хотим, чтобы вошло это в традицию. Такой большой праздник. Всех поздравляем с праздником. Самое главное – здоровье. Сегодня ночью один из 12 главных христианских праздников. Верующие в этот день окунаются в ледяную купель. Традиционно для Рязани это Ореховое озеро. Многие люди верят, что если искупаться в водоеме, вода, в котором в этот день становится освещенной, можно избавиться от многих болезней, очиститься от негатива и зла. Прямо сейчас мои коллеги прикасаются к таинству в других районах города. И давайте узнаем, как у них обстоят дела. Мы находимся в шумоше. Настроение у всех бодрое. Народа не очень много. Постепенно люди приезжают, уезжают. Приходят такие немножечко мрачные. Выходят из купели уже более позитивные. Сейчас сама тоже попробую нырнуть. Желающих испытать себя и очистить душу от грехов было немало. Из года в год в шумоше традиционно вырезают свою купель. В этот раз ее обрамляли синие гирлянды, что только добавляло атмосферы волшебства. Под ногами солома. Ноги выходящих из воды не коченели, и это был своеобразный деревенский комфорт. На самом деле классно себя начинаешь ощущать уже только после того, как вылез из проруби, переоделся и все тело немножечко покалывает так приятно, и ты идешь к машине. Вот сейчас прям очень хорошо, очень хорошее настроение. Купель Иоанна Богословского монастыря в Пощупово в Крещенскую ночь одно из популярнейших мест в области. Обычно уже на подъезде пробки. Машины с рязанскими, подмосковными и московскими номерами. Здесь закрытые купели, мужская и женская, и к ним, и к источнику, чтобы набрать воду, всегда огромные очереди. В этот раз исключения не было. Благо мороз пощадил желающих нырнуть. Было довольно тепло. В женской купели очередь практически нет, а мужская очередь так у меня заканчивается. В этом году, впрочем, как и всегда, большое количество желающих принять участие на главной оборудованной рязанской купельне. Кстати, здесь работают спасатели и врачи. И в случае возникновения нештатных ситуаций, они всегда готовы прийти на помощь. Ощущение какой-то свободы и обновления, если честно. Особо не готовились, но ждали этого праздника, чтобы сходить и окунуться. С праздником всех. Всех рязанцев. Здоровья, счастья, успехов, удачи, но здоровья самое важное. Здоровья, чтобы у всех было. Какое впечатление? Восхитительно. Ежегодно принимаете честь? Да. Как у вас впечатление? Отлично. Всем советую, всем советую. С крещением всем, Господним. Каждый год. Крещение – это большой христианский праздник с древней историей, а его главная традиция – освящение воды, которая, говорят, сохраняет свои благостные свойства в течение всего следующего года. Согласно евангельской истории о крещении Христа в реке Иордан, во время обряда омовения на Иисуса сошел святой дух в виде голубя. Кстати, Ореховое озеро митрополит Рязанский и Михайловский Марк осветил необычным крестом. У него, оказывается, есть своя история. Этот крест является крестом особым. Почему? Дело в том, что он сопровождал меня в одной важной поездке. Я целый день провел на Иордане и вечером тоже вот уже второй раз погрузил этот крест в священные воды реки Иордан. И вот с тех пор стараюсь брать на освящение воды здесь, в этом месте, традиционно, накануне праздника погибления, вот этот крест. В этом году в Рязанской области было оборудовано более 40 купелей. После купания, как по мне, так в не очень-то и ледяной проруби, все желающие могли согреться в теплых палатках. Мероприятие проходило с поправкой на пандемию, поэтому людей к водоему подпускали лишь по несколько человек. Но в остальном никаких препятствий к смытию грехов не было. Священное таинство прошло без эксцессов. Герман Гущин, Анна Герцовская, Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тема уборки снега в городе по-прежнему топ-1. Дирекция благоустройства работает в круглосуточном режиме. Ночью проезжую часть подметали и обрабатывали от гололеда 22 комбинированные дорожные машины. В вывозе снега были задействованы 47 самосвалов, включая машины четырех подрядных организаций. За сутки с городских улиц вывезено около 5000 кубометров снега. Заместитель главы администрации Рязани Борис Ясинский сегодня проинспектировал уборку в микрорайоне дошки. Тротуары и пешеходные переходы самые страдающие при масштабной расчистке дорог. Зачастую снег с проезжей части сгребают прямо на них. От улицы Тимуровца в сторону советской армии после проезда грейдеров так и произошло. В районе пешеходных переходов остались большие отвалы. На это в первую очередь обращал внимание зам главы администрации города Борис Ясинский. А по улице Новоселов обнаружено заужение дороги. В ближайшие дни участок грейдирует, затем снег вывезут. Выявлены проблемы при грейдировании проезжей части, проблемы с российских пешеходных переходов. При проходе тяжелой техники происходит завал пешеходных переходов. В настоящее время дано поручение дирекции благоустройства, оптимизировать работу, синхронизировать два участка работы – ручной уборки и механизированной уборки. Еще одна неприятность – лестничные подъемы. Их тоже заваливает снегом и дети уже делают из них импровизированные горки. Но теперь каждый такой переход будет взят под контроль. А лестница в районе 7-й детской поликлиники, а также недалеко от дома 50 – под особой. Максим Васильев, селекомпания «Город». В ближайшую субботу, 22 января, на биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет лыжный марафон. Уже зарегистрировались профессиональные спортсмены из Нижегородской, Воронежской, Свердловской, Московской, Тульской и Рязанской областей. Они будут бороться за приз на дистанциях 50 и 10 километров. Готовы ли наши рязанские лыжники составить им серьезную конкуренцию? С этим вопросом мы вышли в лесопарк на любительскую лыжню. Кто-то ругает зиму за холода, морозы и короткий световой день, а кто-то ждет с нетерпением. Ведь климат нашей полосы позволяет заниматься видами спорта, которые людям, живущим даже незначительно южнее, труднодоступны. Снежный покров – радость не только для детей. Всегда с восторгом, ждущих его как волшебства, но и для людей, которые не представляют своей жизни без лыж и коньков. Холодный день – это для тех, кто вообще не поднимает температуры. А мы зимой всегда катаемся. Я ветеран, заслуженный, можно сказать, участник боевых действий, плюс еще ветеран определенных спецвойск. Поэтому мне сама судьба говорит, поддержит тонус. Мне, прямо скажу, 84 года, но не могу. Вот 22-й раз, как выпал снег, вчера зуб удалили. Думаю, нет. Вчера день пропущен был, ни в коем разе. Очень нравится, хорошо. Ну как здоровье, хорошо покататься, ну и красиво. Лыжный спорт – тяжелый физический труд, требующий выносливости и немалых усилий. Однако любителям он приносит исключительно радость, здоровье и возможность насладиться волшебством настоящей русской зимы. Ближайшую пятницу на нашем телеканале премьера фильма «Дорога домой». В основу короткометражной документально-художественной драмы легла книга журналистов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой». Составленная из 150 писем фронтовика рязанца – Арсения Благонравова. Фильм уже получил признание. Гран-при регионального конкурса «Хрустальный журавль». И теперь его увидеть сможет основная аудитория. Письма с фронта оказались в руках рязанского журналиста Александра Анитова. Он двоюродный брат моей бабушки. Все 150 писем хранились в такой картонной коробочке у нас дома. Из поколения в поколение они передавались. И в какой-то момент я решил их как-то разобрать, перебить на компьютер, отсортировать. Совершенно случайно это совпало с интересом другого рязанского журналиста Евгения Баранцева, который занимается историей Великой Отечественной войны на рязанской земле. Просто в письмах и у родителей Арсения не было никакой информации от официальных источников, ни от военкомата, ни от госпиталей, ниоткуда. Похоронки на него не было. И было только последнее письмо, которое пришло из Беломорска, с берега Белого моря. По почтовому номеру Евгений Баранцев сумел выяснить, куда Арсений со своим полком попал. Нашлись документы, подтверждающие, что младший лейтенант выбыл по ранению в госпиталь 10 октября. С 9 на 10 число в тех краях как раз произошел кровопролитный бой, в ходе которого, скорее всего, и был ранен рязанский парень, после чего его след потерялся. Здесь документальные эпизоды сочленяются с художественными, с реконструкциями событий времен войны. Путь главного героя Арсения Блаконравова проходится как бы в двух исторических параллелях. В параллеле сегодняшнего дня, расследования, которые ведут журналисты, и в параллеле 41-44 годов, когда показывается сам жизненный путь Арсения. Для документальной игровой ленты авторы книги придумали сюжет, в котором художественный прототип Арсения актер Вячеслав Журавлев повторяет фронтовой путь главного героя. Не было чувства, что где-то это додумано, докручено, чуть более героизировано, романтизировано. Нет, то есть реально как будто ты читаешь про своего друга, про своего товарища, который жил на соседней улице. Это был человек очень тонкой и душевной натуры, который попал в очень суровые, жестокие, такие вот черные обстоятельства. Но даже находясь там, он все равно думал о своих родителях, он не писал им, что мне тут плохо, а он писал им, я вот сходил в поле, набрал цветов, у меня все хорошо. Вместе с ним уже в наши дни дорогами войны проходят журналисты. Они исследуют обстоятельства жизни и исчезновения без вести красноармейца. Мы придумали для себя концепцию, что этот фильм должен быть снят рязанцами для рязанцев. То есть было важно, чтобы на экране оказалось задействовано как можно больше обычных рязанцев. Там это и школьники, и студенты, и люди самых разных профессий. И в большинстве своем они играли отнюдь не хуже, чем профессиональные актеры. Теперь авторов фильма ждет серьезная промо-компания. Уже составлен график трансляции в разных районах города и области, где создатели будут встречаться и общаться со зрителями. А телезрители нашего телеканала увидят фильм уже в пятницу. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова